Здравствуйте, ребята! Приветствую вас на уроке Родиноведения. Угадайте, о чем сегодня на уроке пойдет речь. Меня бьют, меня бьют, всем нужна я. Кто такая я? Вода. Тема нашего урока – вода, гидросфера. Сегодня на уроке повторим, из каких слоев состоит оболочка Земли. Познакомимся со ствойствами воды. Научимся бережно относиться к воде. Посмотрите внимательно на экран. Это физическая карта мира. Наша планета Земля. Ученые, космонавты утверждают, что из космоса наша планета Земля самая красивая, яркая, разнообразная. На карте синим цветом показана вода, а все остальное – это суша. Давайте вспомним, из каких оболочек состоит наша планета. Это атмосфера, литосфера, биосфера и гидросфера. Скажите, чего больше на нашей планете? Суши или воды? Правильно. Вода покрывает три четверти части поверхности земного шара. Вся вода, которая имеется на Земле, образует очень важную и нужную оболочку Земли – гидросферу. Моря, океаны, реки, озера – это все гидросфера. Слово «гидросфера» произошло от двух греческих слов «гидра» – вода, «сфера» – шар – водная оболочка Земли. Но мы видим, что океан отличается от ручейка, море – от реки. Поэтому мы должны выяснить, что входит в гидросферу и из чего она состоит. Гидросфера – это мировой океан. Воды – суши, воды – атмосферы. Мировой океан – это основная часть гидросферы. Мировой океан состоит из четырех океанов. Тихий океан – самый большой. Атлантический океан в два раза меньше Тихого. Индийский океан – меньше Атлантического. Но на его площади могут поместиться три материка – Северная и Южная Америка и Африка. Северный ледовитый океан – самый холодный и маленький океан. Границ между океанами нет. Они свободно сообщаются между собой. Эти океаны едины и называются мировым. Но к мировому океану относятся не только четыре океана, но и айсберги. Это отколовшиеся глыбы льда или плавающие ледяные горы. Образуются айсберги по берегам ледяной Антарктиды. Большая часть айсберга находится под водой. Столкновение судна с ним очень опасно. Вспомните последствия столкновения Титаника с айсбергом. Что такое море? Море – небольшая часть океана. Черное море ограничено сушей со всех сторон. Такое море называется внутреннее. А аравийское, филиппинское – только с одной стороны. А с другой стороны впадает в океан. Такие моря называются окраинными и относятся к мировому океану. Но вода располагается не только в океане. Она есть и на суше. Поэтому второй компонент гидросферы – это воды, суши, реки, озера, ручьи, внутренние моря, ледники, болота, подземные воды. Третий компонент гидросферы – это вода атмосферы. Дождь, снег, туман, иней. Отгадайте загадку. Я и туча, и туман, и ручей, и океан. Я летаю, я бегу, и стеклянные быть могу. Что это? Верно, это вода. В этой загадке скрываются три состояния воды – жидкая, газообразная, твёрдая. Вода – это вещество прозрачное, не имеющее цвета, вкуса и запаха. Вода является растворителем, обладает текучестью, то есть вода универсальна. В ней могут растворяться разные вещества. В одном литре океанской воды растворяется в среднем 35 грамм веществ. В ней есть медь, алюминий, серебро, золото. Но если выпарить всю воду в океане, то вещества покроют дно океана высотой 60 метров. Океаническая вода непригодна для питья. Какую же воду мы пьём? Солёную или пресную? Человек не может пить солёную воду, а её-то как раз на Земле намного больше, чем пресной. Учёные посчитали, что пригодны для использования человеком меньше 3%. Пресной воды на Земле не так уж много. Такого количества хватило бы человечеству всего на несколько лет. А между тем, воды в наших реках и озёрах не убывает год от года. Что же за процесс сделал запасы пресных вод на Земле неиссякаемыми? Вода появляется из ручейка. Ручей по пути собирает река. Река полноводно бежит на просторе, пока, наконец, не вливается в море. Моря наполняют запас океана. Сгущается влага над ними, как сметана. Она поднимается выше, пока не превратятся в облака. А облака, пролетая над нами, дождём проливаются, снегами. Снега превратятся весной в ручейки. Ручьи побегут до ближайшей реки. Всё это и зовут в природе – круговорот воды в природе. В чём значение мирового круговорота воды? Благодаря мировому круговороту все части гидросферы обновляются. Водяной пар – несколько часов. Река – 12-14 дней. Проточные озёра – несколько лет. Мировой океан – 2,5-3 тысячи лет. Подземные воды – тысячи лет. Круговорот воды в природе связывает воедино все части биосферы, образуя в целом замкнутую систему. Во-первых, происходит перенос влаги на сушу и обратный сток её с суши в океан. Во-вторых, происходит перенос тепла. Ведь океан занимает более 2-3 земной поверхности, и большая часть солнечного тепла поступает на Землю, идёт на нагревание океанских вод. Частицы воздуха, нагреваясь от тёплой поверхности океана, поднимаются вверх, унося с собой, кроме водяного пара, и тепло, которое потом отдают атмосфере. В-третьих, происходит обмен минеральными веществами. Вы знаете, что реки, дождевые и талые воды, размывая горные породы и растворяя горные породы, соли, несут в океан миллионы тонн наносов в виде глины, песка, в океан и другие вещества. Там из них образуются толщи осадочных пород. В результате эти толщи становятся частью литосферы, и снова начинается их размыв и снос в океан. Итак, мировой круговорот воды связывает части гидросферы, литосферы, атмосферы и живые организмы. Вся история человеческой цивилизации неразрывно связана с водой. В воде отдавал поклон древний человек. Дожди помогали ему вырастить урожай. Реки соединяли друзей и защищали от врагов. История многих народов начиналась на берегах рек. Вода – красота всей природы. Вода жива. Она бежит и волнуется ветром, и дает жизнь и движение всему ее окружающему. Подребность людей в пресной воде велика и возрастает с каждым годом. Сейчас уже во многих странах остро ощущается недостаток пресной воды. Ученые подсчитали, что ее запасы могут быть исчерпаны уже в следующем столетии. Чрезмерное потребление грунтовых вод привело к обмелению рек и озер. Другая причина уменьшения пресной воды состоит в том, что в результате использования вода загрязняется и не подвергается хорошей очистке. В 1947 году известный норвежский исследователь Турхейрдал на плоту Контики за сто одни сутки прошел 8 тысяч километров в Тихом океане. Океан был чист и прозрачен. А в 1969 году, дрейфуя на парусной лодке Ра, он и его спутники были потрясены степенью загрязненности Атлантического океана. Их лодка обгоняла пластиковые сосуды, изделия из нейлона, пустые бутылки, консервные банки. Черные пятна мазута загрязняли поверхность океана. И мы с вами должны бережно относиться к воде. А знаете ли вы, что первый закон об охране вод был написан Петром Первым? Задумывались ли вы, бережно ли вы расходуете воду? Житель Древнего Рима тратил в сутки 5 литров воды. Один москвич в 1890 году расходовал в сутки 11 литров воды. В 2014 году уже 66 литров, а в 1959 более 500 литров. В настоящее время жителю столицы требуется около 700 литров воды в день. Признавая особое значение воды в жизни человечества, Генеральная ассамблея ООН учредила в 1992 году Международный день воды. 22 марта Всемирный день воды. Всемирный день охраны водных ресурсов. С 1993 года официально на всей планете стали праздновать Всемирный день воды. В этот день Организация по защите окружающей среды обращается ко всем существующим на планете государствам с призывом уделять большое внимание защите водных ресурсов планеты и проводить конкретные действия на национальном уровне. Подведем итог урока. Как вы думаете, почему потребление воды жителями столицы, как и любого другого города, так изменилось? На что в основном тратится наша питьевая вода в домашнем хозяйстве? Посчитайте, сколько воды тратит ваша семья в месяц? Какие меры мы можем принять с вами, чтобы экономично расходовать воду? А я прощаюсь с вами. Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч. Продолжение следует... Телеурок Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова